Доброе утро! С вами Саша Белогорский и это Автоновости. Первый вопрос, которого хотелось бы коснуться, это нарушение и превышение скоростного режима и возможные последствия и штрафы. За последний год ходило множество слухов и сплетен о том, что нештрафуемый скоростной порог могут снизить до 10 км в час. Были различные инициативы на эту тему, но глава МВД России Владимир Колокольцев выступил резко против. Это значит, что при превышении скоростного режима на 19 км в час автолюбители и водителей по-прежнему не будут штрафовать. И это прекрасно, потому что на скоростных магистралях и хороших дорогах данное правило является настоящей отдушиной для ценителей быстрой езды. А учитывая современные технологии строения безопасных и надежных тормозных систем, есть повод задуматься, может быть, на скоростных магистралях наоборот увеличить нештрафуемый порог еще на 10 км в час. Но это уже совсем другая история. Далее обсудим неполадки с начислением налога на дорогие автомобили. Многим россиянам, купившим свои автомобили по цене ниже 2,5 миллионов рублей, внезапно пришло уведомление о необходимости заплатить налог на роскошь. Мне кажется, это идеальная ситуация для того, чтобы объяснить своим детям разницу между оптимистами и пессимистами. Пессимисты, понятное дело, расстроились, потому что им придется нести дополнительные финансовые издержки. Оптимисты, напротив, обрадовались, потому что, оказывается, их движимое имущество внезапно стало в нашей стране роскошью. Хорошо живем, значит. Ну а реалисты просто пришли в замешательство. Как разъяснили автоньюз Федеральной налоговой службы России, при расчете коэффициентов для уплаты налога, принимается во внимание средняя стоимость автомобиля по рынку, поскольку цена той или иной модели может сильно отличаться в зависимости от комплектации. Таким образом, тем автовладельцам, которые приобрели свои машины со скидкой, отправили квитанции с указанием повышенных коэффициентов. Это что же получается? Что владельцам Kia K900 придется платить повышенный налог? Но кто-то говорил, что данный автомобиль создавался для московского бизнес-такси. И вот, кстати, еще одна парадоксальная ситуация. На прошлой неделе на продажу выставили «Волгу» 1959 года почти без пробега за 21 миллион рублей. Но поскольку налог считается исходя из среднерыночной стоимости автомобиля, то для нового владельца эта «Волга» роскошью являться не будет. А вот владелец пустой Kia K900 – это совсем другое дело. Мне кажется, что несколько прецедентов в данном вопросе расставят акценты на свои места и внесут ясность. Ну и в завершении поговорим об 11 моделях автомобилей, которые покинули Россию в этом году. Такое иногда случается, причина проста и понятна. Данные автомобили не популярны среди россиян. Пройдемся по самым интересным пунктам списка. Audi TT и Audi R8. Эти спорткары покинули российский рынок после обновления в 2018 году, не дождавшись рестайлинга в 2020. Кадиллаку CT6 не получилось составить конкуренцию в премиум-сегменте. Chevrolet Corvette и Camaro… Прости-прощай, Bumblebee. Datsun полностью уходит с рынка. Также в списке Renault Kaleos и Volkswagen Arteon. Время идет, модели автомобилей меняются и виды изменяются. Одни уходят, другие приходят, но свято места не бывает в пустоте. Это были Автоновости. Меня зовут Саша Белогорский. Отличного дня!